2021 год, Казахстан, мы все едим картон. Братан, братан, угости, а? Угости. Ну, рахмет. Соли маловато, ну пойдет. Люблю доедят, и мы все едим, что теперь? Казахстан, 2021 год, научно-техническая революция. Люди едят бумагу. Я надеюсь, что мы начинаем выходить со следующего года. С 2020 года, даст Бог, очень будет у нас хорошо. Мы тебя не разрешали снимать камеру. Представьтесь, пожалуйста. Мы тебя не разрешали снимать. Прямо вверх. А? Что ты такой? Рам Назарбайский, да? Что Назарбай сделал для нас, хорошего, для Нарус Хасан? Я говорю, ты что сделал? Обворовал нас он. Назарбайский, хозяин! Всем привет, это вот протест, но вот некоторые люди снимают. Я так думаю, это представители власти в гражданском. Ну и, конечно, гражданские активисты, Бекбулат Учебаев делает человеку замечание. Чего хочешь, чего снимаешь. Потом это, конечно, используется в судах, когда судят гражданских активистов. Я тебе запрещаю снимать. Снимай, запрещаю снимать. Запрещаю снимать. Бандитская власть. Это бандитский режим Назарбаева. Тридцать лет вранья, тридцать лет лапши. Ни одну из предыдущих форматов он не выполнил. Сейчас я задавал этим его рабам. Что он сделал для народа Казахстана? Что он сделал для республики? Ничего не сделал абсолютно. Только обворовывал и обогащался за счет народа Казахстана. Привел в упадок сельскохозяйства, привел в упадок фабрики, заводы. Они развалили полностью, их нет. Также привел в упадок образование, сфера образования, сфера здравоохранения. Тоже самое, находится в пластевном состоянии. Вот страна, гордитесь. Гордитесь, гордитесь страна. Это герои наши. Да? Правильно? На каком состоянии вы нас снимаете? Мы вам разрешали снимать нас в камеру? Вы, простите, давали защищать конституционные права республики Казахстана, граждан? Не, видео снимали. Ну, сейчас вы что снимали же? Ну, как не снимали? Покажите свои телефоны. Покажите свои видеокамеры. Санюшек, покажи. Курсет. Мы за ваши детей боремся. За свободу. А вы здесь сходите и нас гнобите. Да чего, народ? Да вери. Не больше народ. За нами правда. Данный протест прошел в городе Уральске в минувшую субботу. Экономика страны в одной картинке. В общем, эмоции отдыхают. Приплыли. Если в семье лица старше 18 лет вакцинированы, то дети должны учиться в режиме оффлайн, без ограничений. Я даже не знаю, как это вообще назвать. Вот этот чиновник, получается, выбор не оставляет родителям. Идите вакцинируйтесь, если хотите, чтобы ваши дети учились в оффлайн. Ребята, вы извините, но за что болеют, за то и уходят. Любили бы родину, выходили бы за Казахстан. И вот речь о чем идет. В общем, пишут, что это недовольные фанаты шымкентского Ордобасы. Ночью их клуб проиграл Актюбе со счетом 0-1. И вот они не выпускали автобус с футболистами и требовали руководства выйти на разговор. Актюбе, Ордобасы матча айықталды, Актюбе енске жетті. Енді шымкенттік жанкерлер култтың ауында автобусы бүгеп жвермейтұр. Эйзерің башылығын келесуге шақыртып тұр. Актюбе, Ордобасы матча ауында автобусы бүгеп жетті. Иә, ә меніңдірің бүгеп жерде балаларай шықыртып тұр. Я так понял, что это происходит в Скаменогорске. Гражданский активист Недерек Акимовна сообщает, что водители и кондукторы требуют убрать вредаторы. Также сделать отдельную автобусную полосу и выделять субсидии. Они не верят, что средства, заброшенные через валидаторы, дойдут до них И со своей стороны администрация предлагает идти на переговоры и сообщает, что вот эти валидаторы делают прозрачную всю систему оплаты за проезд, я так понял И что типа к этой системе надо просто привыкнуть В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно подискутировать на все темы, которые я здесь обсудил Ну а кому понравился ролик, ставьте лайки, это продвигает видео Ну и все, всем пока!